Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Основная тема, основная идея и актив, за которым следим нефть. Мы традиционной нефтянке уделяем много внимания, но когда нефть демонстрируют беспрецедентное бычье ралли, конечно же этот интерес обусловлен такой повышенной волатильностью и глупо сейчас не следить за тем, что происходит именно в секторе энергетики. Ну вот, кстати говоря, относительно беспрецедентности, тут еще можно поспорить, были такого рода движения однодневные примерно в 2008 году, то есть, в принципе, давно мы отвыкли от того, что нефть может так активно ходить, но ничего, что на сам рынок нам периодически доказывает то, что от него можно ждать все, чего угодно. На текущий момент бренд торгуется на отметке 68.25. Друзья, я считаю, что нефть, скорее всего, с учетом того фона, который сложился, сохранит восстановительную, восходящую динамику. Как минимум, покупатели точно попробуют протестировать сопротивление 70 долларов за баррель. Мы обсуждаем события в Саудовской Аравии. Это события, связанные с атакой дронов на ряд предприятий нефтяной инфраструктуры Сауди Арамко, государственной корпорации Саудовской Аравии. И в результате этого инцидента объем нефтедобычи сократился практически вдвое, более чем на 5 миллионов. Чтобы вы понимали, друзья, речь идет фактически о 5% мировой нефтедобычи. Поэтому и такая бурная реакция, поэтому опасения за перебои. И ожидание того, что весь этот инцидент станет причиной нехватки предложения на глобальном рынке. Я думаю, что эта тема будет долгое время еще резонировать на всех площадках, потому что сектор энергетики, например, это части фондового рынка. То есть то, что происходит с нефтью, сейчас можно проецировать и на фондовой площадке. Мы чуть позже поговорим про S&P. Я обозначу идею и попробую объяснить вам, почему S&P все-таки на фоне ралли нефтянки не вырос в рамках вчерашней торговой сессии. Рынок нефти буквально вчера еще был, жил надеждой, что Саудовская Аравия, как и было отмечено в комментариях, сможет быстро восстановить хотя бы половину нефтедобычи. Однако буквально вчера, опять же со ссылкой на Bloomberg, Bloomberg ссылаясь на официальные источники, близкие с информацией сообщили о том, что на самом деле на восстановление инфраструктуры понадобится гораздо больше времени. Штаты винят в том, что произошло Иран, несмотря на то, что ответственность за это взяли йеменские хуситы. Отношения с Ираном продолжают портиться. То есть мы, разумеется, уже, друзья, не говорим о какой-то потенциальной встрече, которая может произойти. В конце концов, как итогом этой потенциальной встречи, ранее мы обсуждали, возможно, снятие санкций со стороны исламского государства. Нет, к теме рано мы еще вернемся, тем более, что штаты активно призывают более агрессивно действовать в отношении данного государства. Ближний Восток, я думаю, поможет сейчас покупателям добраться до 70 долларов за баррель. Все будет зависеть от того, как быстро с аудитом удастся восстановить прежние уровни нефтедобычи. Но что-то подсказывает мне, что до IPO Saudi Aramco они не особо-то и будут торопиться это сделать. Кстати, мы вчера как раз и на брифинге, и на вебинаре, который прошел, попробовали порассуждать на тему того, не причастна ли сама Саудовская Аравия к тому, что произошло. Если чуть поразмышлять на эту тему, действительно все будет похоже на какой-то наглый, циничный маскарад. Ну, что уж тут поделать. Если Saudi Aramco действительно проведет IPO в ноябре, мне кажется, что пазл полностью сложится. Доллар иена 108.22. Мы ждем заседание американского регулятора. Оно состоится в среду. Ожидаем решения по ставке. Это сигнал мягкой экономической политики. Это реальный шаг в сторону дальнейшего смягчения. Мы ждем комментарий относительно того, как ставка будет меняться дальше до конца 2019 года. И поскольку все-таки мягкая экономическая политика должна бить по позициям доллара, мы сохраняем короткие позиции по доллару и иене. Также я говорил вам, что сейчас в пользу такой идеи говорит и повышенный спрос на защиту. Это тоже не отменяется, друзья. Я уверен, что через месяц мы с вами добавим к этому новостному фону еще и очередной виток эскалации отношений между США и Китаем. Потому что я не верю в то, что страны смогут найти общий язык. Золото снова припало ниже 1500 долларов за тройскую унцию. Считайте, что это еще одна возможность открыть длинные позиции. Цель прежней 1550. Американский фондовый рынок отступил от 3000 пунктов. Кажется, парадокс, если нефтянка так сильно выросла, почему этот сектор не подтянул вниз ключевые бенчмарки американского фондового рынка. Все очень просто, друзья. Потому что высокие цены на топливо, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью роста котировок нефти, ударили по авиаперевозкам, по айтейлу. И как раз эти сектора уже и сказались на нисходящей динамике. Австралия с против доллара сегодня активно снижается, как мы и ожидали. Я думаю, что еще больше пинок австралийцу дадут данные по рынку труда, которые выйдут в четверг. Напомню, что несколько часов назад вышли протоколы, где совет управляющих дал четкий сигнал того, что ставка будет снижена, скорее всего, уже по итогам октябрьского заседания. Трудовые ресурсы остаются незадействованными. Соответственно, ставки нужно снижать, чтобы залить экономику ликвидностью, поддержать реальный сектор и создать новые рабочие места. Но не выходит у них, друзья, на текущий момент. Более того, уровень безработицы, который Резервный банк Австралии планировал довести до 4,5%, не то чтобы не снижается. Он, скорее всего, в этот четверг даже вырастется с 5,2 до 5,3%. Соответственно, при такой статистике будет еще один сигнал, почему Резервный банк Австралии должен все-таки занять более активную позицию по смягчению экономической политики. Доллар канадец 1.3248, завтра инфляция. Если данные по индексу потребительских цен все-таки разочаруют и не дадут нам возможности отработать дальнейшую восходящую динамику по этой балле, я думаю, что нужно будет закрывать позиции, потому что вообще странно, что до сих пор канадский доллар не отреагировал на довольно мощные ралли котировок нефти. Фунт против доллара 1.2414, британская валюта снижается. Вчера участники рынка следили за итогом встречи главы Еврокомиссии Юнкера и Бориса Джонсона. Считали, что там обсудят альтернативу бэкстопа, который является самым главным камнем преткновения потенциального соглашения с Европейским Союзом о мягком Брекзите. Но эти вопросы не обсуждали. Единственное, что стало ясно, до сих пор Джонсон видит своей главной задачей вывести Англию из состава Европейского Союза 31 октября любой ценой. И Англия вчера при встрече с Юнкером явно донесла позицию того, что никаких уступков речи быть пока что не может. Евро против доллара снижается 1.10.09 сейчас котировки. Сегодня мы ждем 12.00 данные по ЗИУ. Я думаю, что статистика снова разочарует. Важно, чтобы евро сейчас закрепился ниже отметки 1.10. Если до конца этой недели пара все-таки сохранит уровень выше 1.10, то, как и говорил, возможно, друзья, мы с вами будем искать уже уровни для длинных позиций. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok